Молдовы обеспокоены ракетной атакой на Израиль. Посольство нашей страны находится на связи с местными властями. На данный момент нет информации о наших согражданах, которые пострадали бы в результате взрывов. Ранее из-за ракетной атаки было нарушено авиасообщение в Тель-Авиве. Некоторые рейсы задерживали, некоторые перенаправляли в другие аэропорты. С опозданием сел и самолет, летевший из Кишинева в Тель-Авив. Он должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион накануне в вечера. Перед посадкой он сделал несколько кругов в воздухе. Лайнер Air Moldova приземлился и взлетел в безопасных условиях, без значительного отклонения от графика полета. Опоздание составило час 45 минут. Мы попытались связаться и с представителями компании авиаперевозчика, чтобы узнать подробности, однако на телефонные звонки пока никто не ответил. Между тем, стало известно, что работа аэропорта Бен-Гурион возобновилась в полной мере. Ранее наши соотечественники, живущие в Израиле, публиковали в соцсетях видео с летящими ракетами. Молдаване говорят, что в ужасе от происходящего. Такого они не припоминают с 2014 года. Местные власти объявили чрезвычайное положение в некоторых населенных пунктах, где установлен особый режим деятельности. Граждан призывают соблюдать введенные в стране ограничения. В частности, из дома следует выходить только в экстренных случаях. Нужно воздерживаться от нахождения в общественных местах, а также использовать ракетные укрытия в случае возобновления бомбардировок. С реакцией на происходящее в Израиле выступил министр иностранных дел Кишинева Аурелио Чукой. Он осудил в социальных сетях ракетную атаку из сектора газа и призвал враждующие стороны к миру.